Продолжение следует... 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 Туркты действительно не понимали как играть. Пресы, мы получили голы и все это было. И все хорошо было. Туркты действительно не понимали как играть. Мы с ними хорошо победили. И это было так, что играть изменилось. Не хотел бы это обсуждать. Хочу ответить на все вопросы, которые касаются игры. Понятно, это часть игры, решение судей. Но я бы не хотел на эту тему говорить. Туркты действительно не понимали как играть. Потому что я не знаю, как играть. Как считаете? Ну, понятно. Опять же, мы это спокойно обсудим. Как только удалили, естественно, мы начали совещаться, как нам лучше перестроить игру. И вот эти пару минут в одну секунду замену все равно не сделаешь. Потом мы все перестроили, как бы все стало на место. Но здесь и опытные игроки должны в эти моменты сконцентрироваться. Ну, естественно, это тот случай, когда не надо воспринимать ситуацию. На это игровой момент. Красная карточка. После красной карточки видели во втором тайме. Мы спокойно играли, моменты имели. Поэтому это будет нам с одной стороны урок. С другой стороны, раз такая ситуация сложилась, значит, она для чего-то сложилась. Значит, она нам послан от кота, чтобы ее правильно проанализировать. Ну, абсолютно правильный вопрос. Он играл. На той позиции, в которой он играл лет сейчас в Аталанте. Поэтому ему было комфортно себя чувствовать. Понятны нюансы, которые ему в нашей команде есть. Он должен делать атаку. Он, о чем мы говорили до этого, когда он переходил, я поддержал его решение. Потому что тот уровень сопротивления, который он имеет постоянно, это ему будет давать возможность прибавлять. Я думаю, что и с Молдавии, и сегодня мы видели, что он повзрослел, я бы так сказал. Другое дело, теперь надо еще становиться, лидерские качества свои показывать. И, как мы говорим, ставить точки. Точки, в нашем понимании, это голы и голевые передачи. Алексей, в нашем понимании, это голы и голевые передачи. В результате есть лидерские качества, голы и голевые передачи. И, соответственно, это голы и голевые передачи. Таким образом, в Турции, в Молдавии и в Молдавии, он себя хорошо показывал. И, в частности, мы вместе с нами работали. Ну, естественно, нападающему нужны голы, но вот это он не сделал. А все остальное на команду отработал так, как мы от него требовали. И, ну, потом спокойно разберем, что было сделано и что можно было еще лучше сделать. Ну, вопрос будем решать просто. Вот сейчас обсудим, как действовать, потому что, если была нормальная ситуация, мы бы их взяли с собой. Другое дело, что из-за этой пандемии, наверное, нет смысла их брать. Они разъедутся по домам, потому что, ну, у нас останется 22 футболиста, и мы будем готовиться к сербам. Хотя, конечно, потери есть, мы бы их не хотели иметь, но это часть футбола. Все, коллеги, всем большое спасибо. 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 Всем спасибо. Всем спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok